Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо», программа, в которой мы обычно говорим о православной вере и о жизни православной церкви. Вы знаете, мы часто совершаем ошибки в делах житейских, и эти ошибки приводят к весьма неприятным последствиям. Но нужно сказать, что гораздо более опасны ошибки в вопросах духовных, в делах, касающихся жизни человеческой души, ее спасения. Здесь особая опасность. Вот мы иногда живем, считая себя верующими, вот так вот механически просто. В действительности верим, доверяем различным небылицам, которые ни к Богу, ни к спасению никакого отношения не имеют. Вот сегодня мы как раз и поговорим о суевериях. Причем о суевериях разных. О суевериях бытовых, светских и о суевериях церковных. Я бы даже сказал так, околоцерковных. Немой сказал глухому о том, что слепой видел, как без ноги и по воде ходил. Встреча с священником будет несчастье. Наверное, потому что священник очень часто приходил к некоторым людям только лишь на их похороны. А если еще с пустыми ведрами? А ну что вы там стоите? Идите сюда, вот на центр храма. А почему именно на центр храма? Ну вот благодать же она от купола идет. Верси с под кафедрой выглядывает, говорит, как ты меня обозвал? Когда мы молимся, да будет воля твоя, мы говорим. А здесь получается, что не твоя, но моя воля. Люди хотят, опять же, с черного хода проникнуть в тайны Божии. Они обращаются якобы к высшим силам, а в действительности происходит контакт конкретно с падшими духами. Чем же принципиально отличается подлинная вера, подлинная религиозная традиция от суеверия? Работать будем, говорить будем сегодня с нашими гостями, которых я с радостью представляю. Ну, сначала, это настоятель Киевского храма в честь трех святителей, кандидат богословия, благочинный святошинского благочиня, протеерей Деонисий Дунаев. Здравствуйте, пожалуйста. Профессор Киевской духовной академии Виктор Михайлович Чернышев. Здравствуйте, Виктор Михайлович. И, как всегда, представители молодежи, православной молодежи, подчеркиваю, Киева и Украины. А начнем мы, начнем уже по традиции, в прошлый раз тоже так было, начнем мы со слов апостола Павла. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Первое послание к Емофею святого апостола Павла. Мне кажется, что сегодня, к большому сожалению, негодным бабьим басням доверяют, скажу так вот смело, миллионы людей. Жить по евангельским заповедям для того, чтобы обрести спасение, встретиться с Богом, это все сложно. Нужно менять свою жизнь, постоянно ощущать свою совесть, а верить каким-то суеверным каким-то моментам, приметам, о которых мы сегодня будем говорить, это вроде бы как бы легче. Вот начну я с общего такого вопроса. В чем смысл, в чем суть суеверия? Я думаю, что в суе, мы говорим, суеверия, от какого этимологического слова корня, в суе, да? То есть в суе это, апостол Павел говорит, идол ничто, идол ничто. Вот у нас у православных есть молитва, есть пост. Молитва – это форма общения с божеством, а пост, он нам нудит, мы нудим, чтобы себя ограничивать в чем-то, принося, вот, собственно, жертву своеобразную Богу тем, что мы на каком-то промежутке времени ведем аскетический образ жизни. То есть мы совершенствуем, чтобы не возгордиться, чтобы не впасть в лицемерие, в другие какие-то пороки. А для подлинной веры нужно что? Нужен искренний поиск Бога, соответственно, искренний поиск Бога и, конечно, жизнь по вере. Потому что святой Саак Сирин говорил, правда Божья познается силой жития. Так вот, в суеверии ничего из перечисленного нет. Это пустота. Это, простите, дырка от бублика. Пачка, вы что-нибудь еще добавите? Ну, следует сказать, что христианство не пришло на чистый лист человеческой души. Даже если мы отвлечемся от богословия и от религиозных определений, то, например, психология говорит о том, что в человеческой душе есть архетип религиозного сознания. Так называемая религиотворческая функция. И вот если человеческая душа не просвещена боготкровенной религии, например, христианством, то душа эта начинает работать, то есть эта функция религиотворческая начинает работать в автономном режиме. То есть она начинает что-то творить, она начинает воспринимать окружающую природу, явления, взаимосвязи, наблюдая все это, и начинает выстраивать какую-то определенную модель. Ну, например, как это описано у Фрезера «Золотой ветви», он исследовал там магию. Мы об этом еще будем, я думаю, говорить в сегодняшней передаче. В общем, если человек не нашел Бога, он начинает искать суеверие. То есть это некий суррогат, некий заменитель, как я понимаю, да? Вот такой вот духовный фастфуд такой, вместо настоящей пищи. Но более древний. Более древний, да. А вот, кстати, о древности. Итак, мы и сказали, что суеверие – суетная вера, да? Пустая суетная вера. А откуда же все-таки это взялось? Давно ведь, наверное, это существует. Хотя сегодня многие как предаются это, как мы уже говорили. Но где исток суеверии? Вы знаете, это, если вы посмотрите в Священное Писание, вот в самой истоке, то мы там читаем так. «И сказал змей Женев, да, знает Бог, что откроются ваши глаза, и вы будете как боги, познавшие добро и зло». Откроются. То есть грехопадение заключалось в тайне открытых глаз. Забегая вперед, скажу, потому что познав добро, люди уже не имели сил творить этого добра, потому что с ними уже не было Бога. Опознав зло, они не имели сил бороться с этим злом, потому что опять же не было Бога. То есть иерархия ценностей, установленной в Эдеме, была такова, что дух человека жил заповедью, то бишь Богом. Душа – духом, а тело – душой. Но когда произошло грехопадение, то иерархия ценностей разрушилась, Бог удалил свое лицо. И тогда духу нечем было жить. Он как бы проваливался. Бога не было, и тогда он стал паразитировать на душе. А душа на теле. И вот когда дух стал паразитировать на душе, и возникли ложные умонастроения, ложные псевдорелигии, магии, оккультизм, шаманизм, экстрасенсорик, мы сегодня поговорим об этом, да, мы говорим об этом. Спиритизм и многие-многие другие вещи, которые совершенно являются псевдодуховными, а не недуховными, в том числе и суеверия. Вот они как раз произошли именно с этого момента. То есть удаление от Бога – это первый шаг к суевериям. Вот мы это запомним. Удаление от Бога – это шаг к суевериям. Это та пустота, которая возникает, когда человек отходит от Бога. Совершенно справедливо. В суеверии, действительно, в пустоте. Ну вот сейчас такой вопрос, может быть, несколько комичный показывается кому-то. Ну мы знаем знаменитые, печально знаменитые, там черные кошки, пустые ведра, да, это все, да. Люди связывают свою жизнь с пробежавшей кошкой или там с пустыми ведрами. Вот вам еще плевание через плечо, я тоже такое в кавычках люблю такое, вот, для чего-то. А вам вспоминается что-нибудь более экзотическое, что-то новое такое, необычное, вот сегодня такое, более модное, скажем так. Потому что, хотя это все работает, в кавычках, естественно, работает. И сейчас все это есть. И плюют, и кошек обходят, и пустых ведер боятся. Еще сегодня мы поговорим кое о чем. Что-нибудь вспоминается такое вот? Вы знаете, даже если есть что-то модное, то оно все равно в любом случае подходит под категорию того, что уже было когда-то раньше. То есть, если мы говорим о древних культах, то все сегодняшние суеверия современного общества, их можно связать и с тотемизмом, и с магией, и с культом предков, и с другими какими-то суевериями. Меня всегда удивляет взрослый человек, да, вот взрослый человек, часто бывает отец семейства или мать семейства. Ну, не только там черным кошкам там верит и так далее. Вот расскажу такую историю. В московском метрополитене есть металлическая статуя пограничника с собакой. У собаки отполирован нос. Это многие знают. Отполирован он потому, что считается на удачу подержаться за этот нос. И вот миллионы держаний, при том, что у собачки отполировался нос. Вот что это? Это невежество. Просто незнание. А может быть здесь какой-то первобытный магизм? Ведь, будем так говорить, у первобытных племен, да и сейчас, зачем далеко ходить, у некоторых племен океане. Каргакульт, да? Вот они тоже там какие-то камушки поставили рядышком, и в связи с этим у них к ним прилетит самолет, который привезет им какие-то продукты. Каргакульт современный. Вот что здесь, несмотря на то, что мы все такие современные, любим вспоминать 21 век, что здесь, вот в этих вот проявлениях? Это невежество? Или это элементы такого, современные варианты магизма? Что это такое? Вот знаете, вот мы вспоминали сейчас книгу «Бытия». Вот как раз заметьте, что змей предлагал Адаму и Еве заменить религию на магию. То есть он понимал, что сейчас Адам и Ева, они общаются с Богом. Он им предложил другой путь. Вы вкусите этот плод, и все изменится, вы поменяетесь, вы будете совсем как боги. То есть момент богообщения в магии заменяется желанием овладеть этим миром и управлять им, управлять силами природы, управлять своим счастьем. Или же наоборот, предотвращать возможное несчастье. Например, вот это вот то, что люди, как вы говорите, полировали, трогали за нос памятник собаке. Возможно, собака воспринимается как некий дух-покровитель, который защищает человека. Собака защитник человека. Соответственно, если ты потрогаешь собаку, то тебе, возможно, будет какая-то удача или защита от чего-то злого. Так срабатывает принцип вот этого суеверия, принцип магии. Но вот интересно, а тоже вопрос совсем не смешной. А вы заметили, что человек суеверный, он ищет быстрых решений. Для христианина, естественно, важно ходить перед Богом. Он связывает свою судьбу с тем, как он живет перед Богом. Так же христианин так себя ведет. Во всяком случае, он так стремится себя вести. Для человека суеверного хочется как будто проскочить в какую-то лазейку. А зачем мне что-то делать со своей душой, очищать совесть, прощать обидчиков? Зачем мне это? Я его сейчас потрогаю за нос или, предположим, заположу записочку, мы еще об этом сегодня говорим, таким-то образом где-то на могилке. То есть наблюдается такая вот духовная лень. Не буду работать над собой, не буду входить тесными вратами, как призывает Христос. А я быстренько вот что-то такое земное, не небесное устрою. У вас нет такого ощущения? Согласитесь со мной или нет? Вот знаете, в христианстве у нас существует, мы как бы ходим в границах промысла Божьего. Ну, это непрестанное действие, всемогущество, премудрости Божьей, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей и направляет их к благим целям. А вы правильно заметили, суеверие, оно не предполагает никакого промысла, потому что, вот правильно, это вот эта сиюминутность. Вот знаете, вера во что-то не делает предмет веры истины, потому что истина может быть только одна. Христос сказал, я путь и истина и жизнь. Вот мы можем верить в графин на окне, в солнце за окном и тому подобное, но вера во что-то не делает предмет веры истины. Народная вера, как замечательно сказал Дингий Пископ, что такое народная вера? Это когда немой сказал глухому о том, что слепой видел, как без ноги и по воде ходил. Ну да. Вот это совершенно... Те самые бабьи-баси, которые сегодня... Баси, да, которые... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну тогда принципиальнейший принципиальнейший и крайне серьезный вопрос. А есть ли в суеверии надежда на Бога? Мне кажется, здесь ее просто нет. На что надеется суеверная? На кого надеется суеверный человек? Не только от бублик. Это же суеверный. На некие шаманские действия, да? Но он не надеется на создателя вселенной. Он не надеется на спасителя. Он не надеется на Христа. Он не надеется... Он надеется на какие-то определенные действия. Тут явно какие-то первобытные какие-то рудименты. Да, пожалуйста. Такой человек просто не знает вести о Боге любви. Он воспринимает Бога. Он может даже верить в существование Бога. Но Бог для него это просто какая-то вот иерархия, абстрактное понятие, какой-то абсолют, какая-то некая сила, которая может воздействовать и может не воздействовать. И значит, нужно найти механизмы для того, чтобы заставить этот абсолют воздействовать. То есть, ему нужно как-то определенным образом умилостивить. Нужно совершить определенные действия. Вот как раз магия, она именно рассчитана на то, чтобы каким-то образом воздействовать на материальную действительность. Здесь нету отношений отец и сын. То есть, я обращаюсь к Богу как к отцу. То есть, я прихожу к нему, я его прошу с любовью. И знаю, что Господь ко мне относится с любовью. Вот человек, который, суеверный человек, человек, который верит в магию и в магические связи и принципы, ему просто нужно что-то. Он ищет просто что-то для себя. Да, именно для себя. Ну что ж, дорогие друзья, давайте такой промежуточный такой для себя сделаем вывод по поводу бытовых суеверий. Мне кажется, главное то, что в этих суевериях нет надежды на Бога. А следовательно, это и есть та самая суетная вера в пустоту, в ничто, не истинная. Вот это и есть, собственно, суеверие. Вот суетная, не истинная вера. Второе, в суеверии присутствует некоторый элемент магизма, элемент первобытных каких-то культов. Суеверный человек не знает истинного Бога, это так. И он подменяет настоящую духовную жизнь. А что такое настоящая духовная жизнь? Это стремиться к Богу, изменяться, делаться лучше. И вот это и есть духовная жизнь. Живи по Евангелию, вот это и есть духовная жизнь. Для того, чтобы встретиться с Богом. А суеверному человеку это не нужно. И наконец, и наконец последнее. Суеверный человек не словами, но своим поведением говорит Богу, ты мне не нужен. Я как-то здесь вот слева или справа обойду, и вот я свои дела устрою без тебя, без молитвы тебе и без обращения к тебе. Вот здесь пока первую черту подведем. Хотелось бы сейчас обратиться к околосерковным таким вот околосерковным сувериям. Ну, хочу сразу сказать для наших зрителей и для нас всех, некоторые приметы, скажем, не имеют никакого предосудительного какого-то значения. ну вот из школы мы знаем там ласточки летают, будет дождь, небо багровое, вот, будет ветер или что-то еще. Но есть другие, скажем, вещи. Вот воцерковленные люди говорят, человек ходит в храм и говорит, свяща погасла, это к несчастью. Или дома у меня упала икона, вот, это к несчастью. Человеку стало там сердцем нехорошо во время церковной службы. О, это грешник. Вот это такая околоцерковная примета. Это грешник. Вот, вы знаете, я что сделал? Я собрал некоторые, некоторые вопросы в социальных сетях, часто встречающиеся. И хочу сейчас вам задать от имени вот таких вот околоцерковных наших братьев и сестер. Просто вот нашел в интернете. Вот, если можно, коротко ответьте, пожалуйста, на такие вопросы. Вот человек пишет. Я недавно попал в аварию, хотя я всегда возил в автомобиле иконы Христа, Богородицы и Николаевича Творца. Дальше он спрашивает. Значит, эта защита, этот оберег не всегда работает? Вот такой вопрос. Что мы можем этому человеку ответить? Он выжил после аварии. Ну, да, да, раз пишет об этом. Значит, подействовало. Спасибо. Вот еще любопытный вопрос тоже нашел в интернете. Пишет женщина, там не было имени, я нашла чужой нательный крестик. Теперь выходит, спрашивает эта женщина, я взяла на себя крест этого неизвестного человека. Вот какой страх такой серьезный. То есть нашел крестик и взял житейский крест человека. Символизм. Да, символизм. Вот, Михаилович, вы согласны, что такое? Вы знаете, это все вымыслы человеческие от ветра ума. Поэтому сколько мнений, только вот таких глуповатых ересей, если можно выразиться, которые опираются исключительно на фантазии человека. Тут другой вопрос я хотел вот сказать. Вот если мы третий раз возвращаемся к Библии, потому что действительно, раз мы говорим сейчас о проецируем это на все-таки религиозную почву, вот смотрите, какой интересный момент. Когда Адам утратил рай, то он начал искать Бога, который удалился от него. И конечно, инфернальные сущности, а мы понимаем, что существуют духи, которые лишены белково-нуклеиновой основы, на которые разумные духи, падшие, они как бы в кавычках помогали ему в этом поиске. Поэтому бывает такой момент, что человек вот что-то делает, и вдруг вот эта примета, дико, совершенно языческая, она вдруг совпадает, и у него фиксируется, то есть он входит, как бы, он моделирует вот эту психоловушку. Он не понимает, что инфернальная сущность сможет смоделировать это все, чтобы оно легло в определенном контексте смысловом, и у него это закрепляется. Вот поэтому это достаточно опасное дело, когда человек, мы как бы не улыбаемся над теми вещами, но они имеют серьезную подоплоту. Спасибо, что вы это сказали. Лукавы и его слуги, они могут, я употреблю такое слово, организовывать, подстраивать ситуацию. У них такое свойство, у них такое есть. И наши зрители, пусть нам поверят на слово, есть, действительно такое есть. Еще одно письмо хочу прочесть, коротенькое, с вопросом. Может и неправильно так думать, пишет один человек, но 13 в пятницу у меня всегда случается какая-то неприятность. Это как-то связано с днем распятия Иисуса Христа? Вот человек такое зафиксировал, у него в пятницу 13-го обязательно какие-то неприятности, и он связывает это с днем распятия. Что мы ему можем ответить? Это психоловушка. У него где-то получился слом в каком-то витке его жизни, да, получился, а потом он уже себе стал внушать, сам себе стал накручивать, и он уже стал по-настоящему бояться. То есть оно ничего не стоит, это как апостол Павел говорит, это пустота, как идол, это ничто, ничто, не сказано что-то, вообще ничто. Но он начинает себе додумывать, домысливать какие-то проекции, которые совершенно не... Вот как раз к этому письму предлагаю сейчас послушать одного из трех святителей, батюшка, видите, как все сошлось, вот вас, храм трех святителей, святого Иоанна Златоустого. Что он говорит о людях, которые верят в различные удачные и неудачные дни, даты, опасные и неопасные. Давайте послушаем слова Иоанна Златоустого. Кто убежден, что есть несчастливые и несчастливые, тот в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня. Равно и в счастливый день не займется теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему по хорошему свойству самого дня. И таким образом он в том и другом случае будет терять свое спасение и, считая труды свои то бесполезными, то излишними, будет провождать жизнедеятельную и порочную. Святитель Иоанн Златоуст. Вот так. Надеюсь, что нас смотрят некоторые люди, которые считают себя православными христианами, воцерковленными, бывающие в храме. И вот я с некоторым сожалением он должен сказать, что среди нас, братья и сестры, и среди нас, наши уважаемые соотечественники, встречаются верующие в кавычках люди, которые, например, позволяют себе прийти на могилу какого-то святого и, внимание, не помолиться, что правильно было бы, помолиться святому и сказать, попроси Христа, Бога нашего, чтобы у меня вот так-то и так-то случилось. Это правильный подход, да, вот попросить заступника святого. Нет, оставляют записочку и там в какой-то, прости господи, лотереи или знаю еще где, вот, пишут желания, я боюсь там предполагать, какие там желания, желания, и вот просто опускают. Молитвы нет, обращения к Богу и к святому тоже нет, есть опускание записочки. Или уж я совсем такое вот вспомню, уж меня, простите, батюшка, встреча со священником, то бишь в народе говорит с попом, это к несчастью. Вот, кстати, как вы относитесь к вот такой примете? Встреча со священником будет к несчастью. Ну, наверное, потому что священник очень часто приходил к некоторым людям только лишь на их похороны, может быть, из-за этого. Ну, а если еще с пустыми ведрами священник идет, это это просто жесть, да. Хорошо, а вот я вспоминаю случай один, покойный царство небесное, митроплит Антоний Сурожский, замечательный проповедник, вот, он очень островно рассказывал историю, он говорил, что если я встречаю черную кошку, а я иду в священском одежде, да, то я ее пропускаю, а вдруг она тоже суеверная, скажи мне, я и перейду дорогу, положу, батья, поэтому, ну, вот, ну, а если серьезно, если серьезно, то во всех упомянутых здесь вот случаях, те, кто себя считает православными христианами, воцерковленными, мы наблюдаем здесь искажение веры, вот, искажение состоит в том, что подлинная вера, надежда на Бога заменяется суетной верой, надежды на Бог ведь что, на неизвестно что, вот, и вот такой вопрос еще, а что стоит за таким, за таким вот нашим церковным невежеством, ну, просто неграмотность наша церковная, да, вот просто, что здесь? Знаете, просто люди порой не встретили сами для себя, для своей души, то, что было необходимо, чтобы они встретили, они не встретили Бога любви, они не встретили Христа, люди, ну, давайте их пожалеем, они просто несчастные, они заблудились, вот, им хочется немножечко этого рая здесь и сейчас, и вот поэтому, когда они ходят вот с запиской вот к могилам святых, да, и просят что-то для себя, вот, им кажется, что это будет, это случится, они верят в это. Иван Ильич, я хотел еще раз подожжить, вот смотрите, приходит интеллигентный человек в храм, но ему как бы неловко побеспокоить священника каким-то вопросом, вот, он, в результате, он становится легкой добычей всезнающих бабушек, то есть, они его берут за бока и начинают водить, и вот это вот у нас, к сожалению, к сожалению, вот почему я всегда своим студентам говорю, у вас всегда на, значит, иконной лавке должен быть не сват, не брат, а должен быть человек, который имеет элементарное богословское образование, элементарное, начальное, это во-первых, во-вторых, у него характер должен быть мягкий, объяснил человеку, тактично, деликатно, в противном случае, вот то, что вы говорите, это, к сожалению, очень актуально для наших дней. И вот, тут мы подходим, обсуждая вот такие казусы, досадные, которые имеют место, вот еще сейчас вспомнил один, но не могу рассказать его, прихожу в храм, у нас в храме довольно высокий потолок, купол, вернее, купол, да, и встречаю, сто лет не видел знакомую, она говорит, вы что, вы тоже ходите в этот храм? Я говорю, да, вот хожу сюда. Она говорит, она решила, что я вот такой, какой-то такой робкий, она говорит, а что вы там стоите? Я в притворе там писал прошение, она говорит, что вы там стоите? Идите сюда, вот на центр храма. Я говорю, а почему именно на центр храма? Почему именно? Она смотрит на меня совершенно, говорит, как? Ну вот, благодать же она от купола идет, и так далее. Вот, понимаете, это непридуманная, к сожалению, непридуманная история. И вот в связи с этим такой вопрос уже не смешной, а довольно серьезный. Отец Дианеевский Виктор Михайлович, давайте же все-таки сформулируем, чем же принципиально? Принципиально отличается подлинная вера, подлинная религиозная традиция от суеверия. Принципиальнейшее отличие. Ну если мы говорим вообще концептуальные отличия христианства от всего, что мы перечислили, магия, шаманизм, экстрасенсорика, волшебство и прочие оккультные практики, то мы говорим так, христианство это культура, образующая религия, которая внесла заметный, устойчивый и позитивный вклад в историю, традицию, культуру, язык и самосознание народа, государства, человечества. Да. Все, что мы перечислили, остается за бортом? Да, 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 все, конечно, ничего это не внесло. Пачка, вы что-то добавите, да? Я думаю, что религия это прежде всего отношение между творцом и творением, а магия это когда творение пытается воздействовать на другое творение. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Вот, подводя второй итог, промежуточный, пока промежуточный итог, хочу сказать вот что. Дорогие друзья, крещенные во Христа, не крещенные. Заметим, важное, православный христианин ищет невыгоды земной, он ищет, как ему и сказано в Евангелии о Христом, он ищет Царства Небесного. И вот это, с моей точки зрения, принципиальнейшее отличие истинной веры от шаманизма, суеверий и прочих, прочих, прочих басен. Он ищет Царства Небесного. Если же вы, дорогие друзья, крещенные во Христа и называющие себя православными христианами, ищете чего-то или кого-то другого, проверьте себя. Возможно, вы не являетесь христианином. И последнее по этой теме. Если православный христианин практикует суеверие, то, с моей точки зрения, это разновидность предательства Бога. Да, именно так предательство, поскольку человек, уже крещенный во Христа, говорит ему, ты мне не нужен. Я тут поплюю по шаманю, и у меня будет что-то будет. Ему Христос не нужен. Хотел бы коснуться такого, тоже, в общем-то, вопроса, связанного с суевериями. Это вопрос о гороскопах, гаданиях, различного рода гаданиях. Люди хотят знать судьбу, как в той песне Пугачевой, хотят узнать свою судьбу. И даже, и даже, я вот с содроганием даже говорю, и даже коснемся, может быть, спиритизма. То есть, когда люди пытаются общаться с ушедшими, с какими-то духами. Вот, давайте поговорим вот об этом. Это серьезнейшие предрассудки, серьезнейшие заблуждения. Люди хотят, опять же, с черного хода, как мне кажется, проникнуть в тайны Божии. Еще приведу вот такой вот интересный факт. Есть у нас такой архимандрит Савва Мажука. Он рассказывает, одна его интеллигентная знакомая оправила в бархат и в золото, не знаю во что, оправила Томик Бродского. Замечательный поэт. Она этот Томик раскрывает и гадает на Бродском. Вот какая будет у тебя, у нее, у знакомых будет судьба. Вот интересная такая вещь. Отец Савва говорит, что, ну, православные некоторые стесняются на мирском поэте гадать. Они гадают, ни много ни мало, прости Господи, на Евангелие. То есть, открывают. Вот, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, вот такое поведение, в общем-то, образованных людей. Ну, человек вторгается в промысл Божий, если он пытается самочинно, самовольно. Вот, а сказано, воля Божия есть освящение наше. С другой стороны, сказано, религия – это союз благочестия человека с Богом. Какое здесь благочестие может быть, если мы вторгаемся в промысл, мы пытаемся заглянуть в щель и узнать свою судьбу. Но это сокрыто. Любая судьба человека сокрыта Богом. Это по его промыслу делается. И всякая попытка своей воли – это вот именно, когда мы молимся, да будет воля твоя, мы говорим. А здесь получается, что не твоя, но моя воля. То есть, мы как бы здесь переначиваем сам контекст смысловой этой молитвы. Моя воля. Вот это своеволие, себелюбие, эгоизм, гордыня, которая выходит. А гордыня – это самый тяжкий грех в христианстве. Ему противостоит смирение. Вот это как раз и есть те слагаемые, которые как раз то, которые вы озвучиваете. А что Священное Писание? Вот мы верим, мы православные христиане верим, что, как говорит отец Андрей Ткачев, Бог написал тебе письмо. Священное Писание – это письмо, которое Бог написал. И вот в этом письме, в этом большом письме, Бог выражает свою волю о нас. Он любит нас и выражает о нас свою волю. А что в Священном Писании? Бог говорит о гадателях и о гаданиях. Поощряет он гадания или наоборот? А вы знаете, как гадают на Библии, да? Вот когда человек не знает, ну, я просто слышал про такое суеверие, что когда человек хочет узнать, как ему действовать дальше, хочет узнать Божью волю, вот то просто открывает Библию, вот кладет палец и смотрит, какая цитата. И пытается эту цитату растолковать так, чтобы она помогла ему в данной жизненной ситуации. Вот я про такое слышал. Это кощунство какое-то. Вот как вот мне видится, это просто какое-то кощунство. Да, безусловно. Еще в Ветхом Завете, что там сказано, Моисею было Богом, самим Богом, изгони из стана своего. Гадателей, чародеев, обаятелей, вызывателей мертвых и так далее. Там перечитается несколько приличных контекстов. Ибо все мерзость, это мерзость перед Богом. То есть совершенно конкретно сказано. Изгнать, а по-моему, то ли о гадателях, то ли о каких-то еще магах. Обаятелей, вызывателей мертвых. Сказано даже не оставив живых. А это не оставлять, это что-то покинуть станы. Да, в пустыне это практически все. Это гибель. Вот по поводу того, что люди пытаются узнать судьбу о себе. Вернее, прикрываясь некоторым благочестием словесным. Они говорят, я вот гадаю, потому что я хочу узнать о себе волю Божью. Я выписал слова из Евангелия Теана Богослова. Вот, собственно, не нужно ничего искать. Тут все сказано по поводу воли Божьей о нас. Слова самого Спасителя. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Вот, собственно, воля Божья о человеке, чтобы он веровал посланного им Господа Иисуса Христа. И по этой вере, подчеркну, по этой вере, человек имеет надежду обрасти Царство Небесное. Господь воскресит его. И имеет надежду на жизнь вечную с Богом. Вот, собственно, такова о нас воля Божья. И сказано же нам, что нам делать, чтобы эту волю Божью исполнить. Как нам жить для этого. Тоже ведь сказано. Что мы еще дополнительно сказали? Воля Божья есть освящение ваше. Вот что воля Божья. Освящение наше. А воля Божья какая о нас? Что мы исполняли заповедь, так я понимаю. Искали Царство Небесное. Необходимо помнить, что Господь создал нас свободными. Со свободной волей. Значит, мы можем сами определять и творить свою жизнь. А вот теперь такой очень, как для меня, болезненный вопрос. Есть люди, которые обращаются не просто к каким-то примитивным гаданиям и гадалкам. Хотя мы уже сказали, что Господь не принимает подобное, осуждает подобное. Обращаются к астрологам, к гаданиям по звездам, к экстрасенсам и даже вращателям блюдца к спиритам. Почему это недопустимо? Почему это грех? Перед Богом, подчеркиваю. Почему это недопустимо? Во-первых, я скажу вам так, те же самые экстрасенсы и маги, они тоже, можно сказать, подразделяются на несколько категорий. То есть есть просто люди, которые занимаются этим коммерчески. Это более-менее удачливые манипуляторы. Есть люди, которые просто умеют психологически обрабатывать людей. А есть действительно люди, которые серьезно вторгаются в эту сферу. И вот как раз те инфернальные сущности, о которых говорил Виктор Михайлович, они как раз и вступают в сотрудничество, в синергию с такими людьми. И это уже очень серьезно. Синергия – это совместная деятельность, да? Да, но понятное дело, что в конце концов все равно будет обман, все равно будет какое-то надувательство, все равно будет плохо. А почему? Потому что, ну, я просто могу привести несколько случаев, когда люди ходили, например, к биоэнергетику лечиться. Они лечили один недух. И, ну, с точки зрения, например, того же биоэнергетика, что он делал? Он перераспределял природную энергию человека, он убирал с места болезни и перенаправлял в другое место. В конце концов, человек серьезно заболевал уже другой болезнью и потом умирал. Ну что ж, отметим здесь такой момент, что обращение к подобного рода деятелям, экстрасенсам опасно. Вы уже затронули, Бабишка, этот момент. Я вот хочу сейчас еще раз к нему вернуться, подчеркнуть его. Все экстрасенсы, так или иначе, маги, гадатели, рассказывают нам о том, что они общаются с космосом. Иногда они говорят с высшими силами. Никогда не называют конкретно. С кем на самом деле они вступают в контакт? Потому что я вот читал, помню, прости меня, Господи, давно уже выбросил эти книги. Читал в юности Рериха с женой, и они все время толкуют высшие силы, высшие силы, высшие силы. Видел у знакомых такие книги. А с кем в контакт они вступают? С кем? Это мне напоминает тот анекдот, когда философ читает лекцию о том, что такое зло. Говорит, ну, персонифицированное, субстанциональное, инфернальное зло. Бельц из-под кафедры выглядывает, говорит, как ты меня обозвал? У Достоевского, братьев Карамазовых, даже есть такая глава, называется «Самый обыкновенный черт». Ну, хорошо. Итак, люди обращаются якобы к высшим силам, а в действительности происходит контакт с конкретно спадшими духами. Почему это опасно? Почему это опасно, и какие последствия это может иметь? Вот Батюшка уже сказала, болезнь может быть, и психическая болезнь. Да, это может быть психическое расстройство, может быть. А как правило, всегда, как говорит апостол Павел, дурные сообщества защищают добрые нравы. Даже когда мы пытаемся этих людей, может быть, наставить на путь истинный, вступить с ними в какую-то полемику, в дискуссию, выстроить аполитическую защиту, этого нет смысла делать. Потому что эти люди, они уже, собственно, для себя избрали этот путь. Вот этот путь, путь, почему? Потому что здесь как бы преследуют эти носители, знахари, чародеи, колдуны, обаятели, там, как хотите это называйте, в современном мире. Они преследуют как бы две важные цели. Это пропаганда силы и безграничных возможностей людей, которые вступят на этот путь и будут обречены на служение злу. А второй – это внедрение в общественное сознание тех идеалов, которые могут разрушить христианские ценности. Вот самое главное. Поэтому апостол Павел говорит очень ясно. Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы познавать, что есть воля Божья, благая и совершенная. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот здесь хочу просто подчеркнуть еще раз. Сейчас Виктор Михайлович сказал, с моей точки зрения, очень важную вещь. Итак, с одной стороны, сегодня отец Денисе сказал, что можно заболеть, обращаясь к этим силам, так называемым в кавычках, нечистым духом. В чем еще опасность? Можно заболеть душевно, то есть потерять рассудок. И, наконец, третий, Виктор Михайлович сказал, и я этот подчеркну, можно стать соучастником дел тьмы. То есть вот почему для души, которая хочет спасения, если она хочет, хоть как-то хочет спасения, то ты участвовал в делах тьмы, помогал лукавому, обращался к его слугам. Вопрос, что тебе делает Царство Небесное? Там как раз люди совершенно подобными вещами брезгуют, гнушаются, вот говорят по-славянски, гнушаются этим заниматься. Итак, обращение к гаданиям, к астрологам, магам и так далее, они опасны для души. Опасны для души. Это первое. Второе, это нарушение воли Божьей о нас. Бог говорит конкретно в Священном Писании, он не поддерживает гадания, не поддерживает вот эти все попытки узнать через черный ход пройти, узнать какую-то его волю. Этим обычно занимаются нечистые духи. И, наконец, обращение к подобным практикам, есть фактически контакт с дьяволом. Вот не больше и не меньше. Сейчас третий участник нашей программы, наша православная молодежь Киева, у нас так задумано, вам, батюшка, и вам, Виктор Михайлович, задаст несколько вопросов. Ребята, если вы готовы, то мы готовы услышать ваши вопросы. Опыт общения с многими знакомыми показал, что если у человека нет веры, умной, опытной, обязательно будет суеверие. А это обязательно сопряжено со страхом. И вот в чем заключается мой вопрос, наверное, больше о православных. Мы знаем о новых технологиях. Часто мы можем читать молитвы слов в дороге, используя смартфон. Но, к сожалению, люди старшего поколения еще очень болезненно это воспринимают. И часто слышим электронный концлагерь и прочее, и прочее. То есть люди не способны не бояться новых документов электронных. Пожалуйста, прокомментируйте вот этот вопрос, насколько православный христианин должен опасаться новых технологий. Во-первых, вы очень хорошо сказали с самого начала по поводу страха. Так вот, как раз страх и есть та сила, которая срабатывает всегда. Это так называемые рудиментарные функции. Человек своим страхом открывает дверь в своей душе, для того, чтобы в него входило все злое. Вспомним, как апостол Петр шел по водам. Когда он видел перед собой Христа, он шел. Как только он испугался пучины под своими ногами, он стал тонуть. Вот так же, когда человек боится порчи, сглаза, то начинает срабатывать вот эти вот рудиментарные функции. И действительно, человек начинает искренне верить и даже чувствовать, что он повреждается от этого. Вот что касается боязни новых всех этих вот технологий, средств учета, то, кстати, заметьте, что пришло это к нам именно из протестантского мира. Вот Виктор Михайлович подтвердит, что первые такие вот самиздатовские документы по поводу компьютера «Зверь», который находится якобы в Брюсселе, они пришли к нам, если я не ошибаюсь, от адмитистов седьмого дня. Да, Батюшка, я хотел добавить вот что. Сама по себе, понимаете, что такое смартфон? Это железка, вот она, какая угодно. Телефоны у нас, прочее, прочее, прочее. Важно, во что мы это ставим. Нож в руках хирурга спасает жизнь, а в руках преступника эту жизнь заберет. Ну, это понятно, спасибо. То это нейтральная величина. Спасибо, спасибо. Если есть еще вопросы, слушаем. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, сегодня задрагивалась тема гороскопов. Вот, по моему мнению, гороскоп — это наблюдение людей, которые жили ранее за поведением окружающего мира, и в частности людей, то есть его характера, его каких-то поступков в определенный промежуток времени и года. То есть, допустим, те, кто родились в сентябрь и прочее, прочее. Почему мы сейчас не можем пользоваться этой систематикой? Почему это грех? Или как это можно вообще расценивать? Благодарю. Вы знаете, каждый человек любит послушать про себя. И мне кажется, что если человеку преподнести готовый рецепт его личности, что раз ты родился в такой день, тебе свойственны такие. Вы знаете, человек вообще многогранен, и в нем встречаются разные черты характера. Если прочитать, что в тебе есть вот этот, да, действительно, в мне есть вот эти черты характера, свойственные таким-то и таким-то знаком зодиака. Но то, что сбываются ли гороскопы, то очевидно, что нет, потому что, ну, например, это видно на судьбе тех же близнецов, когда люди, которые родились в один день, в один час, под одним знаком зодиака, а судьба у них абсолютно разная. Да, спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы, если есть, слушаем. Пожалуйста. Скажите, а можно, может вообще человек сказать о том, что он абсолютно свободен от суеверий? Потому что мы все можем смеяться с женщиной с пустым ведром и еще с какой-то рукой свечку поставить. Но, тем не менее, в той же православной среде мы просто не называем это суеверием. Мы называем это как-то по-другому, но все равно человек ищет каких-то логических объяснений тех или иных событий в его жизни. Как это можно назвать? Ну, слабые мы. Я, например, точно помню, что ходили на рыбалку. А еще есть такая рыбацкая примета, что ни в коем случае с собой на рыбалку нельзя брать никакой рыбы, даже в консервах. И вот, когда со мной было двое друзей, они старше, они у него отцы годятся. То есть два таких деда. И когда один узнал, что другой взял с собой банку кильки в томате на рыбалку, он его чуть с машины не выбросил. И вы знаете, в этот день таки плохо ловилось. То есть люди ищут эти все совпадения и потом, конечно, подстраивают под эту свою магическую собственную систему. Если искать, то находишь, да? Ну, вопрос такой. Часто приходится встречаться с таким явлением, когда люди далекие от церкви. Ну, вот когда у них начинаются какие-то неприятности, ну, говорят, может пойти, что ли, свечку поставить в храм. Ну, может решиться как-то, решаться проблемы. Ну, идут, соответственно, ставят эту свечку там. Вот. Ну, как это расценивать? Вот это все уже является каким-то приобщением к церкви и сближением с ней? Или это, ну, тоже такое суеверие, облеченное в какие-то вот такие похожие... Значит, каждый человек может вкладывать в любой религиозный акт свое понимание. Вот свеча, если я не ошибаюсь, она символизирует собой те ветхозаветные жертвы, да? Жертвы всесожжения, которые приносили. Это элементарный религиозный акт. И у нас таких свечных христиан очень много, которые именно вот только ради этого заходят. Они думают, что этого достаточно. Ну, ты просто пришел, поставил, да? Даже ничего не прочитав, не помолившись при этом. Это у нас есть в церкви, так шутят, говорят. Я, в смысле, прихожане, а есть захожане, а еще прохожане. Прошел, поставил свечку и пошел. Вот, вот, как вы говорите. Поэтому это еще не спорнировавшийся человек. Буквально. У меня такой вопрос. Существует такое действие, что православные после церкви какой-то праздник приходят, и там нельзя стирать что-то. Относится ли это также, например, к стиральной машине? То есть, включить кнопку – это считается грех или нет? Это можно отнести к суеверию? Или все-таки это просто какой-то бред? Вы знаете, мы настолько подвержены всей этой беготне и суете. Мы очень часто даже не умеем правильно отдыхать и расслабляться. Вы знаете, это не то, что какой-то принципиальный вопрос – нажмем мы кнопку или не нажмем. Ну, конечно, можно нажать. Но самое главное, чтобы мы в празднике, который нам предоставляет церковь, даже в празднике в светске, чтобы мы все-таки научились общаться, чтобы мы научились отдыхать, чтобы мы научились видеть наших ближних, чтобы мы научились посвящать им время, чтобы мы действительно извлекали какую-то духовную пользу от общения с нашими родными и близкими. И чтобы суета, вот эта вот, допустим, погоня, зачем-то там стирка, домашняя забота, чтобы они не отвлекали нас. Чтобы мы хотя бы в дни праздников могли бы, глядя друг другу в глаза, действительно хорошо вместе провести время с пользой. Спасибо. Спасибо. Вопрос батюшки. Вот я хочу перечислить несколько суеверий и узнать у батюшки его мнение. Вот когда человек идет в церковь, так говорят, что можно подавать милостыню, а когда выходишь в церкви, нельзя подавать милостыню. И еще вот люди придумали такое суеверие, когда человек причастился, он не должен ничего целовать, вообще ни с кем не разговаривать, выбежать из церкви, тогда благодать останется с ним, а если он что-то сделает, поцелует или что-то там с кем-то заговорит, то благодать перейдет к другому человеку или к другой вещи. Как вы, батюшка, к этим суевериям относитесь? И чем человек руководствовался, когда он выдумал эти суеверия, скажем, вот так вот? Вы знаете, тут тоже магическое осознание отношения к причастию, как к получению некоторого, знаете, сгустка энергии, который в тебе сидит. Если ты будешь совершать действия, например, там, я знаю, есть такие суеверии, если ты будешь там кушать рыбу, вытаскивать косточки или вишнями плеваться, или семечками, или наоборот, с кем-то заговоришь, ты эту энергию утратишь. Это абсолютно не относящееся вообще к учению о Евхаристии понимание. То есть это чисто магическое понимание. И, кстати, очень часто экстрасенсы, да, они тоже относятся к причастию к Евхаристии именно как к акту получения энергии. То есть ты пойди подзарядись там в храме, ты причастись, да, ты подзарядишься, уже будешь как эта вот батарейка, да, как блок питания. Ты получишь, да, энергию, только ни в коем случае не расточай ее. Понятное дело, что там подавать можно всегда, да, но рекомендации не подавать после, опять-таки, связаны с этим же суеверием, что ты не должен ничего. Это так же, как суеверие, что нельзя там выносить мусор после захода солнца, потому что ты можешь тоже, так сказать, свою какую-то там энергию, да, вот, растратить, вынести ее в темное время суток, там где-то ее оставить, наверное, на мусорнике, не знаю, эту энергию. Энергия была в мусоре, да. В общем, да, да. Спасибо, понятно. Чего только люди не придумают, чтобы не спасаться, да, не входить тесными вратами. Господь там говорит, входите тесными вратами. Я благодарю всех наших гостей за интересный и, как мне кажется, небесполезный разговор. От себя только скажу вот что. Друзья мои, вера должна быть чистой. И хорошо бы, чтобы нас не уводили в сторону от наших главных целей в жизни, встретить Бога, не уводили различные пустые верования, суеверия, вот. И тогда мы выполним все, чего от нас хочет Господь, если мы будем думать о нем, а не о каких-то пустых вещах. Еще хочу сказать, что не надо искать никаких знаков, которые якобы там вот где-то они проявляются. Основные знаки все даны в Священном Писании, нами Господь дал. И последнее. Опасность еще суеверий, кроме всего, что здесь было сказано, еще и в том, что они не просто пустые, а они пустым заслоняют от нас Господа нашего Иисуса Христа. Вот что происходит. Да не будет с нами подобного, дорогие друзья. И до новых встреч в программе «Лестница в небо». До свидания. Спасибо. Продолжение следует.